всем привет с вами я сергей малошенко и сегодня мы будем разбираться по сопернику сразу скажу чтобы не было никаких дневных комментариев учить кого-то рассказывать кому-то и объяснять я ничего не буду то есть это ведь видео с разбором соперника то есть все остальное установки как играть это все к тренеру как вы знаете в это воскресенье мы играем с футбольным клубом кантемирует игра ответственная одни из фаворитов этого сезона и потому решил записать небольшое видео большей степени связано с тем как играет соперник начнем с самого начала расстановки примерные как у синие это наши пока энергия и зеленый это кантемирует пока здесь конечно это все условно это то что видел за последние нескольких матчей кантемируется обычно играет 3 1 2 ярко выраженные два нападающих центральный полузащитник и три защитника обычно в линию но плюс подключение то есть идет подключение и два центральных играют начнем с самого начала их них атак довольно интересно сразу скажу кантемируется не играет какой-то сверх комбинационный футбол играет достаточно просто но очень эффективно эффективно ну как говорит простоте и есть эффективность примеру мяч от ворот голкипер находится с мячом дальше что происходит на поле фланговые защитники делают своеобразные усы то есть они открываются под линию и тем же самым принципе занимается и центральной защитник освобождая зону для центрального полузащитника в принципе но как против это по этого противостоять и ты идешь в прессинг достаточно внутри человека принципе они могут исправиться левых об закрывает правого защитника нападающий старается держаться между но здесь можно и центрального подключиться все-таки его визавио достаточно высоко ну и левый где-нибудь вот здесь вот так вот но принципе при такой схеме казалось бы все перекрыто и не никак не начнет к темирус очень умно делает они используют вот эти вот зоны то есть центральный защитник он вот так вот грубо говоря полосируется между линии выманив на себя нападающего резко идет открываться центральной полу получает мяч естественно начинаешь на него выкидываться здесь тоже идет движение идет пас на фланг в зависимости от ситуации то же самое и дальше вот самое интересное есть два нападающих которые играют принципе двоем но они очень хорошо взаимодействуют друг с другом возьмем пофамильно ниже у нас играет пожалуй что ширинков он открывается вот по такие передачи и чуть повыше играет уже артем односумов после того как до угла довели то есть вратарь зачастую длинными передачами ну отказывается играть зависит конечно куб будет вратарь это тоже большой вопрос у кантемироваться потому что игру с лимони я посмотрел но знаете если конечно против нас будет такой вратарь то наши шансы на победу конечно увеличиваются но в разы но как обычно бывает энергии везет во всем и все выздоравливают все собираются именно на нас так ну что у нас ситуация вроде бы все четко все всех разобрали на и здесь принципе накрывать что остается здесь делать фланговому защитнику не зависимости от угла он делает длинную передачу длинная передача четко идет в район чуть чуть дальше центра поля здесь у нас остается 2 в 2 2 в 2 для защитников это самая ужасная ситуация в жизни что но один обязательно выброситься с нападающим а дальше начинается игры в догонялки то что если ширинков он небольшого роста у нее достаточно высокий прыжок то принципе он может перепрыгнуть даже самых высоких защитников и оскара и курочкина и кого угодно в принципе он принципе не будет стараться цепляться за ним у него задача простая ему главное его протолкнуть и продал клуб на 2 нападающий таро нападающие односумов он работает по ситуации тут у него все принципе просто у него есть зона сюда у него есть зона в центр и принципе он может просто принять и подождать пока откроется сторону то есть он получает мяч зависимости от того как идет скидка то есть она идет сюда он выдвигает сюда нападающий получает мяч вот у него дальше начинается очень веселая история потому что принципе получив мяч он скорее всего будет на ходу получать то есть он уже будет развернут к воротам и против него один защитник то есть ты показываешь во фланг и ты показываешь к центру идешь во фланг защитник но по-любому будет дергаться в этом случае он доходит до края и просто идет стреляю дальнюю тут уже вся надежда на вратарь дальше второй вариант он получает мяч показывает во фланг начинает идти к центру защитник естественно понимаешь что сейчас пойдет сюда начинает его блокировать ну а после получает просто уход в сторону опять же и идет удар уже опять же тоже подальне в принципе есть вариант возможно сразу ударом с более выгодной позиции с правой ноги чтоб не придумывать ничего нового сразу же идет удар но здесь один в один вы понимаете то есть 11 если он выброситься его еще и обыграют и то есть будет выход вообще один в ноль всего вратаря а тут уже как говорится удача есть четвертый вариант принципе один из самых у них рабочих на сон получает мяч начинает показывать финты и защитник естественно не выбрасывается он понимает что у него вот здесь вот зона просто огроменная он будет пласировать он не будет выбрасываться то есть он как выброситься да он возможно переходит мяч но а если его обыграют так что он будет скорее всего стоять держать дистанцию будет стоять держать дистанцию и ждать действий нападающих в этот момент второй нападающий рынков просто начинает забегать отсюда вот так сразу и идет зону а у него зона есть защитник после того как проиграл борьбу он в любом случае начинает ну учитывая наш уровень чемпионата он начинает движение к игроку по мячу потом понимает что у него принципе за спиной уже начинает дергаться только он понимает уже где-то вот в такой вот ситуации естественно его линию уже будет намного потеряна то есть дальше идет пас сюда и здесь догонялки ну возможно да и успеет то есть с рейера но опять же расстрельная позиция дарь ближний дар дали все свободно что в таких ситуациях делать чтоб не было таких ситуаций принципе кантемир из практически каждую вторую третью атаку так разыгрывать выманивается соперник в большом количестве ну возможно даже такой вариант доводится обязательно вратать доводит до кого-нибудь низом желательно с флангов они уже делают длинную передачу но если здесь конечно свободно жену то нападающий пойдет и уже будет 33 что делать для такой ситуации принципе бешеный прессинг он ну с одной стороны нужен здесь если запрессинговать любая команда начнет ошибаться но с другой стороны можно сделать чуть попроще начинает кантемирует сделать свои усы защитники открывается по 1 вратаря здесь идет тоже дальше защитник защитники принципе должны держать нападающих но в этот момент когда начинается атака им должен помогать очень хорошо центральный полузащитник то есть он должен как минимум одного вот пример кто больше смещается центру он должен брать себе дальше 2 2 2 а 3 он страхующий то есть он ловит подбор да возможно центральный полузащитник у нас невысокий он вот здесь борьбу проиграет да но понимаете случае с игроком здесь скорее всего проиграет и он и он то есть два центральных тоже могут проиграть только есть в чем факт идет скидка да этот защитник знает что вот вот его страхуют у него здесь как говорится зона страховую страхуется он спокойно может выбрасываться до его прокидывают только на этот свободный мяч сразу действует подстраховка выбивают и вся команда возвращается то есть принципе как бы защитники обычно они работают по нападающим здесь можно вполне говорится одного нападающего сегодня люди в центр спокойно отдать центрального полузащитника и он его закрывает что касается нападающих при прессинге самая главная зона это вот между двух чтоб они не разыграли во фланге держать дистанцию 2 обязательно держит ну грубо говоря симметрию они не должны выбрасываться все сразу то есть дугой грубо говоря то есть пошел пас сюда один поджимает второй ближе сюда нет к центру вот здесь естественно работает человек по защитнику один пустой будет идет длинная передача нет идет сюда все окей он выходит сюда на примеру этот начинает его перестраховывать и здесь уже идет такая знаете то есть безвыходное положение ему либо придется отдавать назад либо если он даст сюда на 2 нападающих то его сразу накрывает и здесь уже идет грубо говоря сужение то есть у него практически места не будет но это тоже принципе не простая такая тактическая задумка потому принципе все просто держать линию атакующим нападаешь чуть повыше дальше идет центральный как только идет длинная передача центральный отходит защитник ему передает отходит назад здесь ждет результат борьбы какой бы она ни была ну выиграл как говорится полузащитник вот я пожалуйста все пошла атака тут уже дальше идет подхват врыв зону тут играют люди широко потому пока они успеют сместиться в принципе мяч уже можно доводить и будет произведен хотя бы попытка удары если проиграл ту скидка обязательно будет идти на 2 нападающего он страху здесь и в то же время если нападающий будет ждать подключение 2 дай центральный полузащитник проиграет борьбу он тоже начинает двигаться потом понимать что у него уходит нападающий то есть начинает такая забегушка а здесь все здесь стоп за стоп который держит вот эту передачу и то же самое идет с обыгрышем если он пошел в обыгрыш к центру то здесь идет сужение ему остается только вот вот так вот давать то есть знаете как не вразрез она пойдет она идет по перед ну ближе поперечной передачи идет ближе поперечной пока мяч доходит защитник спокойно может прийти сюда здесь уже его накрывает центральный и он опять стоит грубо говоря ждет исход борьбы либо сам вступает идет страховка 2 то есть принципе в игре скандемироваться самое главное не оставлять двух нападающих с двумя защитниками то есть вот чтоб не было таких ситуаций потому что ну какие бы защитники не были два в два разобраться может любое любое нападение у них есть преимущество они играют лицом к воротам они обычно играют на скорости и во вторых ты реагируешь по ним то есть если ты защитник ты реагируешь по нападающим и это достаточно тяжело реагирует по нападающим потому что он делал действие и ты уже начинаешь как говорится противодействие еще одна один такой важный аспект в их не игре это штрафные удары штрафные удары где бы они не были на нашей половине принципе это опасная вещь потому что игроки там есть ударом и они сразу бьют то есть вне зависимости то как стенка стоит как мяч лежит под какой ногой идет сразу идет удар ворот остальные уже стоят на набегание то есть в принципе при когда ты играешь с контимиросом желательно вблизи грубо говоря ворот не фалить потому что любо любой фол где-нибудь здесь это практически как минимум опасный удар по воротам потому что там будут бить ворота даже может из середины поля могут ударить вот этот позиция особенно знакома летом мы играли против контимироваться примерно с такой позиции нам и залетел мячик то есть удары будут идти отовсюду вопрос в том что вратарь справиться или не справиться ребят неизвестно кто еще путь нас стоять вот еще проблем так что надеяться на вратаря здесь сейчас пока не нужно здесь нужно надеяться на себя и грубо говоря играть строго по позициям и и не придумывать что касается пожалуй самая слабая игра у контимироваться это при угловых но не у своих у своих у них принципе у них защита достаточно высокая то есть взять прям всех трех защитников они достаточно высокие один из защитников я не помню вроде центральный он достаточно результативный точно там уже забил уж 7 и 6 мячей то есть на угловых они по идее очень опасны должны быть то есть вне зависимости того кто там исполняет угловые у них достаточно опасная вещь но сколько я смотрел угловые это для них для них получается опасная вещь потому что при подаче углового зачастую ну не знаю может там беда с подающим или еще что-то все заканчивается практически всегда срезка ну защита в игру то есть она выбивает мяч то есть в данном случае важно ну естественно консимировать связь не пойдет как минимум два человека остается при таких вот подачах ну естественно где-нибудь один будет здесь курить и и 3 и здесь воевать идет подача она может быть как резаная в ближний угол так и на дальнего то есть независимость нужно стараться ловить на контратак ну что контратаки это принципе для нас все в этом матче то что за счет контратак принципе можно играть то есть один стоит здесь 2 стоит дежурит здесь идет вынос обязательно примеру идет игрок за ним естественно тоже защитник игрок идет на скорость получили мяч сразу же отыгрывается и здесь самое главное чтобы нападающий понял что как только он отыгрался ему нужно делать коп и побежал защитники скорее всего кто останется вот здесь вот уже будут либо защитники невысокие либо будет кто-нибудь из полузащитников или нападающих то есть грубо говоря шанс убежать у нападающих должен быть то есть он начинает стартовать и второй нападающий же принципе выбирает либо он разрезает эту зону тут в зависимости конечно как игрок будет действовать либо он просто начинает движение сам то есть понятно что здесь будет выход но возможно что второй защитник тоже начнет движение разрез нападающий врывается и получает пас один на один то есть принципе при угловых как минимум два человека должны дежурить не так чтобы они стояли вдвоем и ждали но один получил и он даже отыграться никому не может один чуть поближе второй чуть подальше как только он получает желательно чтобы один нападающий сразу играла 2 и уже лицом ты разворачиваешь либо пас тут может еще подключение быть кто его знает либо ты начинаешь уже действовать сам за счет индивидуального мастерства конечно ты должна выиграть защитника и потому что никак то атаку по-другому то не создашь ожидать пас ну не факт что вы понимаете вы просто перекроет вот эту зону начнешь закидывать уже вратарь играть то есть поляна маленькая тут небольшой футбол где-то закинулась и побежала бей беги и тут кто быстрее как говорится сравниваться скорость тут полянка поменьше тут принципе если он вот так вот перекроет зону ты уже низом не дашь тебе придется закидывать вверх а закидываешь вверх тут уже вратарь контролирует все на говорю еще вопрос кто будет стоять на воротах но если будет стоять полевой игрок то думаю для него перехватить такую передачу не составит труда потому нужно понимать что принципе конт угловые контемировцы это шанс шанс для того чтобы забить но в то же время как говорится не нужно забывать что у контемироваться очень высокая троица защитников плюс есть прыгучий нападающий которого мы разбирали и есть неплохой подающий может и 2 что касается по своей игре в последнее время у нас наша игра принципе скидывался на то что защитники ходят чуть шире центральный начинает открываться его естественно закрывают нападающий играет но все играют широко то есть у вратаря принципе есть только вариант выкидывать на нападающего который в свою очередь пытается развернуться и создать какой-нибудь момент в принципе если будет высокий прессинг то нам это и не нужно то есть если к примеру пошел такой высокий прессинг от контемироваться то атакующей линии достаточно действовать чуть попа уже и поплотнее то есть идет пас также на нападающего там рукой и ногой но в зависимости от того как вратарь может сразу скажу центральный защитник там игорь изнарец то есть единственный вариант у нападающего это принять и отыграться не развернуться не прокинуть сторону в лучшем случае если сможет вам принять он сможет только отдать пас назад потому что игрок достаточно высокий и физически он сильнее любого нашего нападающего то есть он может продавить спокойно потому для этого нужно чтобы хавы сыграли такой ромбик они подошли к нападающему он отдал пас и дальше начал открываться за счет того что он все-таки моложе и правор не это он должен убегать то есть вопрос другой как побежит закроет или нет но у двух хавов у них будет варианты варианты между собой да понятно что скорее всего игроки уже будут здесь но они могут отдать пас и тоже самое а тут уже нападающий пошел понимаете то есть тут уже идет догонялки он получает пас сюда и он сразу же может одним касанием коридор сюда давать коридор здесь будет скорее всего в зависимости то есть если он побежал сюда нам переграем то есть если нападающий решил открываться влево сюда здесь идет дуэль они побежали оба да то получаешь пас тебе все равно есть коридор то есть тебе просто нужно выводить любом случае защитник будет догонять он либо ценой фоба либо он будет догонять то есть любом случае нападающих можно сыграть на 3 3 вариант 3 получает мяч тут уже по-любому начинает открывание и центральный хав который может принципе идти за спину тем самым грубо говоря центральный хав он несет не побежит за ним он скорее все будет переключаться а пока идет переключение зона освобождается и то есть здесь уже можно самому убивать тем временем нападающий уже пошел сюда то есть здесь есть вариант возможно любым то есть и открыв сюда под поставку удара и последующий дальний ближний и там потом нос тоже не стоит забывать начали атаку на ну возможно она даже на скорости получается получилось как-то выйти из обороны за счет нижнего паса да дальше начинается вот такой вот такая вот картинка то есть тебя встречают с мячом а у тебя все нападающие все впереди и отдать по сути дела нету в таких ситуациях подключите защитник либо фланги вы открываетесь ниже то есть что запомнить не нужно чтобы каждый пас был вперед и его стоящий можно придержать идет по сюда тут сразу сюда отыгрывает и тут уже идет перемещение и тут уже можно такую длинную дать либо сразу сюда переводить то есть в любом случае то есть есть варианты повладеть чуть-чуть мячом да понятно что когда у вас на защитниках будет висеть два напа то их ты особо не подключишь и это не нужно делать это будет дороже самому себе но хаб может спокойно отдавать сюда и правый левый полу защитник не нужно спешить например пошел 2 хаб сюда он уводит с собой защитника вообще открывается этот увел сюда второй центральный подошел то есть у него есть коп сюда пас сюда то есть не нужно чтобы каждый пас был обостряющий чуть-чуть можно поконтролировать вот как бы отступление самое главное но как говорится там как пойдет самое главное оружие против контимеровцы ну пожалуй их не самое главное оружие это скорость команда очень скоростная если быть честным контимеровец на скорости очень пасен ну если им дать пространство дать возможность бежать в принципе не диска летом обыгрывать то есть вы понимаете они могут обыграть его угодно нападающий там толковые все с ударом плотненьким на скорости могут и один в один разобраться потому главное оружие контимеровца эта скорость его нужно решать скорость то есть идет начало атаки не нужен вот этот прессинг бешеный как я показывал в самом начале когда защитники прям вплотную вот линия чуть выше центра поля здесь и встречается успокоенно они разыгрывают доходят до нашей половины и здесь уже идет небольшой прессинг только здесь не нужно выше то есть вот здесь у нас получается на коротком промежутке полем будет очень много человек то есть смотреть порядка там трех-четырех а возможно конечно такие открывания ну тут сразу же действует суток то есть главное здесь насытить свою половину особенно центр поле то что если будет скорость и то контимеровец убежит и главное чтобы защитники не оставались 22 прям воде ну одиночество то есть не было такие ситуации что вот у них своя половина и сюда пихнули мяч и они тут остаются четыре человека и все они между собой решают то выиграет такому если приведем то эти догонялки рано или поздно закончится в пользу нападающих в любом случае невозможно всегда обороняться на сто процентов возможные фалы которые нам не нужны и пенальти и по карточке ну подобное главное отключить скорость то встречать чуть пониже и играть поужину то есть если фланги смогут чуть поуже играть то есть не обязательно если он идет вот здесь вот на фланге по самой линии нужно обязательно его прям пересек стоишь параллельно поглядываешь назад чтобы видеть нападающего если нападающий пошел сюда но ты его перекрываешь то есть как бы получается такой прессинг закрывания то есть прессинг закрыванием ты собой закрываешь возможность сделать передачу на нападающих то есть в любом случае при передаче будет пас проходить через защитника ой ну полу защитника данном случае то есть он принципе прервет любую такую диагональ q он загорается бой соперника и в то же время он не дает пройти вынуждает защитника идти в центр заставляет двигаться остальных то есть выжимает его в центр в центре у нас по идее должно быть перенасыщены то есть эта зона прям должна перенасыщена то здесь если мяч попадает то сразу же с ногой он выносится в линию сюда там но или в поле а дальше бей беги от попадающего и защитник при позиционных атаках кантемеровцы любая потеря это потенциально уже идет контратака наши то есть чтобы обыграть интерес скорее всего нужно играть вторым номер не ввязываться в эту борьбу за контроль мяча потому что контроль мяча может привести к тому что вся команда окажется на их не половине поля пойдет пас и здесь уже будет разыгрываться 2 в 2 это как говорится никому не нужно то есть в таких матчах когда принципе игра идет равная решают два-три момента то есть ну кто первый забьет то зачастую таких матчах вырывает победу то есть если ты пропускаешь тебе придется вдвойне тяжелее потому что скорее всего уже кантемеровец будет играть спокойно вторым номером они понимают что им уже ничего не нужно а нападающий вдвоем здесь спокойно вот зону будут контролировать вдвоем если же получится забить первым то уже спокойно мы будем ждать пока команда придет бросовый матч у них был с лимонией то же самое катимируется весь матч отыгрывался им приходилось встречаться просто стену которая стояла при том что спокойно у нас могут убегать три человека любой защитник обладает хорошим длинным пасом центральный тоже принципе думаю может вырезать или дальше побежали в дальнейшем возможно что и будут продолжение данных видеороликов по соперникам но тут все будет зависеть того будет ли возможность просматривать и то есть кантемеровцы я целесообразно смотрел как они играют что они придуманы в принципе ничего сложного на теорию но на практике все получается иначе потому что где-то подскользнулся где-то не добежал где-то пошел подключился обрезать но разные мелочи бывают еще и не дай бог пропустили первыми то там уже и дизморал и тому подобное много нюансов но на самом деле если так посмотреть то принципе сконтимироваться можно играть тем же летом мы им проиграли 4 3 то там учился курьезно достаточно гол в принципе игра была равна состав практически все то все тот же у них все тот же состав у кантемеровцы то есть там изменений не особо много у нас изменений это уже я бы не сказал что состав сильно ослабился пришли новички которые ничуть не хуже из тех старичков которые уходили есть и старички которые еще и что то могут ну состав боевой боевой и с таким составом можно спокойно бороться за все что угодно если мы хотим выиграть контимироваться нужно во первых играть строже играть уже думаю на это можно закончить принципе я говорю еще раз это никакие не обучение не обучение чему-нибудь это просто разбор по сопернику